Весенняя Капель уже не первый год отравляет жизнь жильцам этой квартиры. Проблема в крыше, которую коммунальщики никак не могут залатать. Еще вчера дождь здесь стоял стеной, жалуется Маргарита. Он прекратился лишь после того, как коммунальщики почистили крышу от снега. Но ремонтировать кровлю отказались. Говорят, что чтобы я судилась со своим соседом, который установил сад на крыше. Но этот сад никак не влияет на нашу проблему, так как у нас проблема именно не в кровле, а в смещении плит дома. Сад на крыше появился около 20 лет назад, с разрешения жильцов. Главный садовод дома уверяет, его детище на промочке никак не влияет. Во время последнего ремонта кровли выяснилось, что под ней нет стяжки, а новая не по карману. Мне удалось уговорить директора компании. Нашли деньги на стяжку. Кроме вот этого места почти не хватило нам бетона. И сделали, видимо, очень незначительную стяжку. Вот она сейчас и сказывается. С той поры каждую весну квартиру Маргариты топит. Нынче, когда ее проблемами заинтересовали журналисты, департамент жилищного надзора организовал проверку управляющей компании. И инспектора сразу смутило то, что на крышу открыт доступ жителям. Если в действительности тот сад, который сейчас размещен, мешает, и нет возможности проводить восстановительную работу на кровле, значит, придется пойти с иском в суд о демонтаже данного сада, который размещен. В управляющей компании садоводов уже не винят. Предлагают дождаться, когда снег растает. Только тогда станет понятно, что нужно делать. А пока собирают все заявки о протечках. По окончанию сезона мы эти заявки собираем, делаем анализ и заводим в план работ по кровлям в летний период. А пока коммунальщики могут гарантировать, что не забудут до лета о жильцах с протекающей крышей. По крайней мере, кровлю от снега очищать обещают. Юрий Шумков, Иван Быков, Городской дозор.